Вечер в понедельник, господа, и 13% лучших в мире дам. И сегодня у нас на обзоре Эпифон 2020. Дай, 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 дай. И не в смысле умри, резко вы начали писать мне в последние месяцы. Дай обзор, покажи, собственно, расскажи, как твое мнение, что ты скажешь о новых Эпифонах, стали ли они такими же, как Гибсон, что ты скажешь о новой главе Эпифон, и все вот это вот. Об Эпифонах вдруг заговорили. Что-то случилось в этом мире, и что-то подсказывает мне, что это связано с новой агрессивной рекламной кампанией от Эпифон. Ну что вас тут говорить, я и сам в Инсте каждый день листаю и вижу запись Эпифон 2020. Посмотри на нас. Я уже знаю, что многие ребята сделали видео об этих инструментах. Я не смотрел ни одно, так что мое мнение будет кристально чистым. Однако я видел название в стиле «Теперь не стыдно от батьки». Также я почитал новый девиз самой кампании, что 2020 год стал нулевым для Эпифона. Забудьте все, чему вас учили об Эпифон. Теперь с мастерами Гибсон мы создали новое лицо инструментов Эпифон. Новые технологии, новое-новое бла-бла-бла. Так вот, это видео я хотел бы начать с того, что лично я вообще-то не согласен с этой общепринятой позицией и повесткой. И вот отсюда мы и оттолкнемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы вы понимали, я, конечно, ни в коем случае не виню Эпифон за создание новой линейки. Но то, как их начали агрессивно двигать и резко о них говорить, мне кажется, у многих это может вызвать даже негатив. Ну, как минимум, резонанс. Единственное, в чем я реально виню Эпифон, это в том, что последние лет 10 о них не было ни слух, ни духу. Большинство людей уже, наверное, в своих главах уяснили, что Эпифон это Эпифон Спешл, Спешл Тул, Спешл ВЕ, на которых все металкорщики и панки еще там в 2005-2006 сидели, да? Эпифон Студио и максимум Эпифон Стандарт, который все покупали, чтобы заменить датчики и поставить на Авито. Но, если углубиться, то вот этот девиз, что Эпифон вышли на новую ступень качества, что это революция, он полностью перечеркивает такие модели, как Эпифон Респал Кастом, которые у меня на канале были довольно часто, то есть наш частый гость в качестве референса, выпускается много лет, и там уже был гриф Слим Тейпер, там уже была фирмовая, в общем-то, железка, да, бридж, колки Гроверта, тоже самое, Ротоматик. Там уже были отсечки, там уже была смена фазы, окантовки, там все это уже было. И стоили они, они себе приятные, в общем-то, деньги. А если мы вспомним Эпифон Професси, так они еще более злые, шли в комплекте с Кейсом, с ЕМЖ, обалденно выглядели и были более топовыми, чем, скажем, те же самые ЛТД, да, Эклипсы, тысячные. А если Эпифон Трибьют, когда я их показал у себя на канале, их расхватали как пирожки, они стоили порядка 45 тысяч, у них была полностью гибсоновская начинка, все свечи, датчики гибсоновские, они звучали просто бомбежно, их на слух, реально нельзя было отличить там от Гибсон классики, потому что датчики те же самые стоят. Все максимальный фарш, максимальная отделка, кейс в комплекте. То есть, Эпифон вообще-то делали, давно делают очень даже интересные качественные инструменты. И единственная ошибка их здесь в том, что о них надо всегда было говорить людям. Люди приходили, ну ладно, об этом чуть позже, но есть за что поругать в том плане, что очень тяжело было достать эти линейки Эпифонов именно в региональные магазины, чтобы показать, вот, посмотри, послушай. Они часто были в столичных магазинах, куда обычно люди приходят уже с более широким кошельком и с желанием, конечно, на гибсон, да, то есть смотрят уже фактически на гибсон, хотя бы даже на начальные классы, в общем-то. А в региональные магазинчики, в небольшие магазинчики, частные магазинчики почему-то эти линейки не возили, хотя они ого-го как покупались. Когда я наконец-таки добился того, что его включили в Матрицу, он покупался стабильно, тот же кастом стабильно уходил, люди приходили и сразу покупали его с витрины. Ну, об этом, опять же, обо всем чуть позже. Сегодня у нас Эпифон Мьюзы, и, в общем-то, наше внимание сконцентрировано будет на нем. Мьюзы, и, в общем-то, наше внимание сконцентрировано будет на нем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и начнем мы сегодня с главы, как обычно, но сегодня у нас с нее начинается революция. В 2020 году Эпифон наконец решились сделать редизайн своей башки. И мне это напоминает историю, когда большие американские компании разрешили маленьким японским делать их инструменты. Они сказали им, вы можете делать те же самые инструменты, что и у нас, по тем же самым технологиям, той же самой формы, с той же самой надписью на грифе. Но есть одно условие. Вы не можете ставить на них качественные пикапы, звукосниматели, чтобы весь мир знал, что звучать могут только американцы. Ну или что лучше всех звучат только американцы. Так вот, мне кажется, у Эпифона и Гибсона в свое время тоже был такой диалог. Гибсон говорит ему, слышь, Эпифон, ты можешь делать абсолютно такие же инструменты, визуально, как хочешь. Но есть одно условие. На них должна быть вот такая башка. Чтобы человек знал, что покупая Эпифон, у него всегда оставался небольшой осадочек в форме этой головы, маленькой, на сердце. Чтобы когда он засыпался своей гитарой, когда он просыпался с ней, он видел эту голову. И рано или поздно она заставит его, этот осадочек, заставит его все-таки купить гипсом. Многим не нравился дизайн башки Эпифонов. Он был слишком добренький, в то время как у Гибсона был утонченный, агрессивный дизайн с этой открытой книгой сверху. Так вот, до этого у Эпифона были такие двойные углы, такие срезанные ушки. Сейчас же, как многие написали, что теперь голова стала, ну, можно сказать, неотличима от Гибсона. Я с этим, опять же, не согласен. На мой вкус, если голова Гибсона выглядит вот так, то голова Эпифона выглядела вот так, а теперь выглядит вот так. Все это, конечно, весело. И да, я, конечно, шучу. И на самом деле все это загоны, наши загоны гитаристов-задротов в восьми томах. Нормальные люди, которые приходили в магазин покупать эти инструменты, те же самые Эпифоны премиальных линеек, никогда, никогда не парились. Я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то сказал, ой, фу, мне не нравится эта голова. Всем было всегда нормально. На самом деле люди приходили, смотрели, видели этот красивый лиспол, если с окантовками, то он еще красивее. Влюблялись в него, говорили хочу, покупали. Я ни разу не слышал, чтобы кому-то, у кого-то были какие-то претензии по форме башки. Ну, изменили. Стало ближе к Гибсону, и это хорошо. Что ж, теперь перейдем конкретно к изготовлению. И, собственно, к деталям. У нас здесь стоят колки Гровер, Ротоматику, 17 к 1. Это, в принципе, самые ходовые стандартные колки не только у Эпифонов, но и у начальных линеек Гибсона. Те же самые Гибсон студию по 150 тысяч, тот же самый, эти же колки. Они неплохо смотрятся, неплохо работают. У них нет люфта, у них нет особо какого-то холостого хода, держат среднее. По изготовлению я сразу могу сказать, что вот это, получается, у нас колок, собственно, буковки Д, стоит криво. Потому что иначе вы мне напишите, Илюх, ну, Илюх, ну ты что, слепой? Обязательно кто-нибудь потом на заборе напишет, что Илюха слепой, если я не скажу об этом. Так вот, да, я не слепой. Связано это с тем, что немного сбита соосность. То есть парень с шуруповертом немного левее на миллиметр просверлил вот здесь вот отверстие и завинтил винтик. Это никак не повлияет на работоспособность, вообще никак. Но, тем не менее, это есть. Но когда говоришь о таких, в принципе, мелочах, надо, наверное, добавлять, чтобы новички особо не стрессовали. Что, в принципе, это не редкость. И это не означает, что это встретится на всех Эпифонах, да, что они обязательно все так делаются. Нет, скорее всего, это делаю экземпляры, и у меня таких инструментов было много. И сейчас даже два есть шанса встретить инструмент с немного криво посаженным колком. Примерно такой же, как в Ашане взять тележку с одним колесом, которое немного не хочет. В общем-то, идем дальше. У нас теперь нет валюты, как, собственно, и в сторону Гибсона. Мы также двигаемся. Валюта это такой второй подбородок вот так вот сзади у нас здесь, который помогает тому, чтобы голова не отлетела при падении. Это усиление грифа. В принципе, как и у людей, второй подбородок, мне кажется, нужен для того, чтобы смягчить падение, и, собственно, голова не отлетела, иначе зачем ему нужен женщинам. Дальше речь у нас заходит о порожке. Я могу сказать, что это графтек и, собственно, секретный материал нубане. На самом деле, довольно популярная вещь и такой крепкий представитель середнячков. То есть, еще не кость, но уже не пластик. Это значит, что он, собственно, не расколется на две части, как это часто бывает с пластиком. Он вряд ли довольно быстро износится, и вряд ли вам придется его, в принципе, менять. Мне кажется, он, скорее всего, отслужит столько же, сколько весь инструмент, потому что у меня с ними проблем еще не было. Но я хочу сделать ударение не на том, из чего он сделан, а как он сделан. Вот сверху, это, как говорит господин Логвинов, 12 из 10. Снизу? Нормально. Но вот сверху это великолепие. Наконец-то они сделали так, что, собственно, лак не заходит на сам порожек. И все-таки, если что-то случится, и придется его заменить, не отколется полгитары, потому что, когда он заходит на него, это всегда... И косметически не очень получается, в том числе у гибсонов, в общем-то. И, в принципе, доставляет проблемы. Здесь он замечательно сделан. И по бокам, и сверху прилегает везде, и сам внешне выглядит. Он чистенький, то есть почти. То есть, за порожек, прямо-таки, реально очень хороший бал. Молодцы. И мы переходим к чему-то более интересному мне, ну и, конечно, вам. Так говорится, к потайным отверстиям. Заглянем под юбку, иначе зачем вообще смотреть мои видео. В общем-то, я сейчас пошел за отверткой. И, в общем-то, а вы что-нибудь послушайте. В качестве референса я сегодня решил взять Epiphone Custom 20-го года. Кстати, ребята из Epiphone об этом ничего не знают. Я его достал сам, через своих ребят. Так вот, нас интересуют именно его звукосниматели и, собственно, филейная часть. Она без вырезов, весь 4КГ, а датчики здесь стоит пробакер. То есть, все, как и было в 2019 году до, собственно, новой линейки. Что касается датчиков, по поводу тех, кто сомневается в плане звука Epiphone. Вообще, у меня есть на канале обзор, в общем-то, топовой японской Yamaha полуакустики за 150 штук. Да, наших рублей. Так вот, там в качестве референса тоже был кастом. И многие отметили, что звучит он не хуже. А по моему мнению и по мнению славы, звучал даже приятнее. На Yamaha приходилось искать позиции, там их тоже много, где звучит приятно. А на Epiphone мы выбирали ту же самую, и она всегда звучала хорошо. Вот, что касается, кстати, этого Epiphone, ценник подскочил. И ценник подскочил не только из-за формы башки, но и все-таки, несмотря на то, что по железу осталось все то же самое, подскочило качество изготовления. Однозначно, этот инструмент сделан лучше, чем в 2019 году. То есть, его только что распаковали, его никто не настраивал, и здесь высота, я не знаю, она просто супер маленькая. То есть, тут два медиатора их тупо не подсунуть под первой струной, они вообще не влазят. То есть, их на первую струну надо поднять, и потом уже подсунуть. То есть, вот. И то же самое под шестое, они не засовываются, они здесь фиксируются. При этом, кстати, и частота нот, здесь и пятая струна, и шестая. Вообще без призвуков, да, сам не идет. То есть, вообще суперски чувствуется, и окантовки здесь хорошо сделаны, и бубенцы здесь нормально сидят. То есть, они очень, они идеально, можно сказать, ровно ходят, я вам все это сниму на видосах. То есть, чувствуется, что добавили именно в изготовление. Чувствуется инструмент взрослее, но мне не нравится то, что все-таки слишком метальный, слишком плоский гриф сзади у него. Вот, то есть, металлистам закатит. Если тем, кто играет в классической позиции, вот так вот, да, собственно, я играю в эстрадки, бачком, тем, кто в классике, понравится. Что же, давайте послушаем в сравнении, как он звучит с мюзом, потому что у мюза стоят хамбы классик. И у мюза есть полости, если это кого-то, собственно, для кого-то это важно, потеря в дереве. Спасибо. 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 Важное дополнение, ребят. Теперь на кастоме нет отсечек, то есть, стало лучше изготовление и меньше, собственно, стало функционала. И еще одно, наверное, важное дополнение, то, что пробакеры звучат намного тише и менее выхлопные, нежели датчики классик. Хотя по названиям не ожидалось. Итак, мы отвинтили заглушку и могу сказать, что результат средненький, то есть, сколов каких-то жестких нету, однако есть небольшой наплыв из лака, видно текстуру дерева, хоть и аккуратно, и есть одно вентиляционное отверстие. Знатоки мне по отверстиям расскажут, собственно, что оно здесь делает. По регулировке анкера здесь, кстати, проблем нету, я пробовал, он довольно-таки податливый, хорошо все выполняет свои функции, в этом все ок. Что ж, идем дальше. Далее мы переходим к грифу, сам гриф это довольно важная часть всех инструментов. Это, так сказать, то, что или ляжет, собственно, в руку и будет твое или не твое. И сделан он у нас из краснухи, очень передняя часть накладки у нас сделана из индийского лавра или же лауреля, если читать по транскрипции. И, в принципе, смотрится он неплохо. То есть он не имеет оттенка черного дерева, оттенка палисандра, но при этом не бросается в глаза, а выглядит довольно темным. Я хочу отметить то, что инкрустация сделана достаточно хорошо, на 4 с плюсом. Она не чувствуется переход, и сама инкрустация не дешевая, потому что бывают вот эти вставки, соответственно, трапеции, прямо-таки плоские по рисунку. Нет, здесь рисунок есть, он довольно-таки так, серьезно смотрится. Мне нравится. Что касается окантовок, они очень хорошо сделаны, они очень хорошо подходят под оттенок инструменту, и они очень хорошо сделаны по краям. Во-первых, не чувствуется переход между окантовкой и самим грифом. Единственное, за что я могу их покритиковать, это то, что спереди, если смотрите на фронтальную часть накладки, недостаточно строгая линия окантовок. Вот это вот белое спереди. Ну, собственно, ну такое, да? Но, тем не менее, мы за всю фигню. В общем-то, что касается самого грифа, указывают, что это Slim Taper. Однако, здесь очень важно понимать. У кастомов, Лиспол Кастома, тоже был, собственно, Slim Taper. Но он был по Metal Core. То есть, он был более плоский. Он очень напоминал Джексоновский гриф, только чуть потолще, там, на миллиметр, скажем, да? У основания и, собственно, у окончания. То есть, он имел больше D, форму, и сзади был, ну, почти как на классике. И мне лично это не прикалывает. Потому что их, ну, ну что, ты будешь вешать Лиспол вот так, что ли? Я не знаю, чтобы играть вот так вот. То есть, вот в такой позиции. Или же вот так вот с Лисполом. Кто так с Лисполом сидит, а? Покажите мне на него пальцем, и я тоже буду в него тыкать пальцем. То есть, вот так сидят с Лисполом нормальные пацаны. И, естественно, гриф, даже если он должен быть компактный, он должен быть круглый. Так вот, слава богу, они вернулись к С-профилю. Слим Теппер тоже называется, но он другой абсолютно стал. Стандарт. Гибсон Стандарт 2019 года имел точно такой же гриф. То есть, он не толстый, он не тонкий, как на Ибанезах. Он прямо-таки вот. Это вот, если еще тоньше, то уже был бы не Лиспол, так сказать. Поэтому форма грифа удалась. Что касается ладов. Были бы мы в песочнице, мы бы начали их считать. Один, два, три. Если бы было не 24, мы бы, конечно, опечались. Ребят, запомните. Хватит писать в комментариях, что, типа, вот, конечно, бы хотелось 24 лада. Вы, как бы, этим понтове не становитесь. Взрослые дядьки этим количеством ладов не меряются. Намного более важно, из чего они сделаны. И какую они форму, собственно. Потому что форма ладов, вот это вот прям реальная тема. Здесь они средние. Абсолютно средние по всему. То есть, они не маленькие, но и небольшие, как скажем, на моем бонезе или же телике. 12 радиус, поэтому тоже все стандартно в этом плане. Что касается по грифу. Мы всегда делаем одно и то же испытание. Я называю его двойное проникновение с двумя полгюбертами. То есть, я беру два медиатора. Полгюберт по единичке. И настраиваю высоту, в общем-то, на инструменте так, чтобы снизу у нас было 1,7 и медиаторы прям крепко сидели, не выскакивали. А сверху было 1,9 или же почти двушечка, чтобы они прям-таки проскальзывали, но тоже прям немножечко застревали. То есть, 1,9 скажем так. Далее я беру и делаю на микрофон чистку. То есть, чистоту. Мы проверяем, насколько чистые нотки на инструменте по грифу. То есть, и вы слышите, что у пятой струны, скажем, и шестая. Что я могу отметить? Здесь нету мертвых нот. Естественно, на инструменте такого класса еще бы они были. Здесь, в принципе, все окей. В усилители они тоже не лезут. Есть небольшой призван. Это нормальный призван. Потому что он получается при старте, в общем-то, ноты, когда вы бьете по струне, то есть она начинает, даже здесь вот чистенько, колебаться и немножко бьется, собственно, близлежащей лады. Далее, собственно, струна не бьется в лады и сустей не гасится. Но вот на старте он вмешивается. Естественно, это будет у вас и при игре. На электрогитаре. Будет начальный при старте звон об лады. И это даже контекст инструмента. Однако, это значит, что частота грифа здесь у нас стоит на 4. 4, 4 с минусом. В усилитель не лезет. Все нормально. И просто надо поднять на стандартную лисполовскую высоту. Ну, где-то у нас 2,3, скажем. Потому что эпифон, в принципе, это достаточно мягкие инструменты, как и все лисполово-минзурные 24-75. Поэтому здесь будет свой балл. Что ж, идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok И дальше мы переходим к деке. Я могу очень долго вот так вот делать, чтобы она переливалась. И я уверен, вы очень долго можете на это смотреть. Это замечательное решение сделать инструменты в металлике. Да, оно уже было у Гибсона. Но когда оно было на Гибсонах, которые стоят достаточно больше золота, этого не так, чтобы хотелось. То есть, включается такая, собственно, функция, система самозащиты у тебя. Как знаете, есть Анжелина Джоли, да, всемирно признятый секс-симу, да. Как бы все ее должны хотеть. Но ты не хочешь. Вот я никогда не хотел. Возможно, это связано с тем, что она где-то далеко. И мой мозг на подсознание говорит тебе, Илюха, это нереально. Зачем тебе? Ты даже не думай о ней. То есть, да, в этом плане. В то же время у нас была в школе, скажем, Соника Красавина. И это прям была бомба. То есть, потому что она была рядом. И поэтому ее хотели все, а Анжелинку, ну, как бы нет. И эпифоны сделали то же самое с их цветовыми решениями. Плюс их стало столько, больше, чем, наверное, видов гендерных самоопределений сейчас. То есть, есть и мега розовый. Причем эсгэха. Ты обычно привык смотреть на эсгэха, и у тебя какие мысли? Ну, что-то хочется из классики рока, да. Что-то она тебя на такое сподвигает, да. А когда ты видишь металлик, собственно, розового оттенка эсгэха, у тебя хочется, блин, какой-то прогрессив уже на ней забацать. Есть, в общем-то, оттенок неспелого бергамота. То есть, такой зеленый такой, я не знаю. То есть, ну, я мастером называть оттенки. Синий, мечта миллионов. То есть, в плане цветов. Ну, и не только в плане цветов, но и в плане подгонки всех элементов по цветам. Это вышка. Я сегодня валю этому инструменту по полной. То есть, вышибал. Именно то, как они подобрали, собственно, и окантовки. То, что они, казалось бы, и белые немножечко, да, и то же самое, немного ваниль. И крючки. И то же самое, и крючки звукоснимателей. И, собственно, куда устанавливаются датчики. И сама то, что, слава богу, не золотая фурнитура, потому что здесь металлическая смотрится лучше. И прозрачные, в общем-то, ручки подсов. То есть, все это, просто, это реально очень красивый леспол. И я не могу назвать настолько красивых инструментов в этой ценовой категории. Поэтому, вот, внешка, вышка, это, я думаю, неоспоримо. Ну, и сзади черный цвет. Это тоже такое нейтральное решение. Если бы был какой-нибудь натуральный дерево, мне кажется, смотрелось бы уже немножко не по концепции инструмента. Что ж, что у нас здесь есть, помимо цвета? Это классический песнюнок, в общем-то. Он не очень твердый. Сам по себе в средней позиции. Имеет, кстати, мне кто-то писал, что вот мне пришел инструмент, и у него, собственно, у переключателя, у свитча, вот этого песнюнок, которым мы называем, у него люфт. Люфт не вверх-вниз, а по краям. Так вот, смотрите. Сейчас у него вверх-вниз вот люфт, да? Небольшой, да? А вот здесь вот больше. Это нормально. Так свитч устроен. Чтобы вращался, двигался, включал. Вот, поэтому не наговаривайте. Дальше. Что можно сказать еще? У нас здесь бридж. Бридж вполне себе прикольный. То есть, это... Мне нравится то, что, во-первых, он сделал на спице. То есть, можно седла достать, перевернуть, если вы захотите в пониженных строях там что-то побаться. И то, что у него снизу написано эпифон. Причем и на стоп-баре, и на самом масте, собственно, бридже. И эта надпись, она отражается зеркально, собственно, на самой гитаре. Я попытаюсь вам это сфоткать. Это тоже прикольно. По бриджу нареканий нет. Он, естественно, не звенит. Очень хорошее, собственно, железо на вид. Очень хорошее покрытие. Хромирование тоже на глаз. Единственное, что я, когда слабил струны, чтобы настроить его, он не пошел пальцами. То есть, довольно тугая регулировка. Что касается, собственно, ушей. Обычные уши абсолютно не пережали. Федры нигде не вылезли. Все как над закрутили. То же самое касается крышек сзади. Тоже все отфрезерованно идеально в этом плане. При виничном тоже все нормально. Ничего не перетянуто. С этим проблем нет. Что касается, в общем-то, у нас нововведений, можно сказать, по корпусу. В первую очередь, это облегчение. Облегчение здесь жесткое. У гипсона есть несколько видов облегчений по разным схемам. Так вот, здесь вырезаны прям-таки большие части. Сам по себе корпус сделан из махагони. Однако, я, так сказать, в тайных книжках и на презентациях слышал, что еще могут применять окулуми. Это не красное дерево, но очень похоже по плотности. 430 у них тоже. 430, 450. В зависимости от сортов. Тоже большое крупное дерево, которое применяется много где. Но все-таки не красное дерево. Здесь же в спеках указано именно красное дерево. И вот такие вот большие вырезы. Что это дает? Инструмент стал весить 3,360. Я купил специальные весы для лесполов. Так вот, 3,361. Они мне навешали. Обычно лесполов весит 4,39, 3,8. То есть, вы мне можете сказать, что нет, 4,5, 5,5. Нет, это исключение, скорее, из правил, из общего числа лесполов, которые, наверное, всем так запоминаются. И о них принято говорить. В основном они весят 4, плюс-минус. Этот весит 3,3. Немного полегче. Приятно полегче, я бы сказал. Но отсюда возникает несколько из-за и типа не. Первое. Естественно, возникает вопрос у людей, которые учились в школе. А не перевешивает ли теперь гриф, собственно? Не перевешивает. Инструмент не превратился в СГХу, потому что у СГХи гриф вынесен. Здесь он остался на своем месте. И поэтому на Ваньку-Встаньку здесь у нас тест можно пройти. Но он все-таки, видите, клонит у нас вниз. То есть при игре стоя, не как у СГХи, не возникает такое прям желание поддерживать. Однако, все-таки, вот так он зафиксирован, да? Но если... Давай, ты только что это делал. То есть все, я поймал баланс, мы с ним срослись. Объединились в одного единого гриндайзера. Я приручил этот леспол. Ну, короче, в принципе, все нормально. Не возникает желания поддерживать его здесь. И связано это в основном именно с геометрией. То, что вырезали, не сказать, чтобы сильно повлияло на эргономику инструмента. Он стал полегче и он стал потоньше. Что, мне кажется, важнее. Появился вырез. Вырез для металлистов. Чтобы можно было инструмент ставить вот так вот немножечко на себя. И смотреть вот так вот на концерте. В гриф, как они постоянно делают. То есть это удобно. Все-таки, чтобы кто не говорил в дырявых штанах. Что ж, что еще могу сказать по этому вырезу, а почему-то многие молчат. В связи с тем, что появились полости, несмотря на то, что здесь нет резонаторных отверстий, когда ты играешь на неподключенной гитаре, есть немного призвук банки. Он прям чувствуется. Не знаю. Возможно, мне кажется, я поехал. Мне все-таки 30 годиков. Но лично я его услышал. И еще ребят, мои знакомые, его услышали. По выходным мы делаем вечеринки, где мы, собственно, пьем пиво, играем в PlayStation и мацем. Пускаем гитарки по кругу, так сказать. Мы делимся впечатлениями. И я все это запоминаю. Делаю вердикты. Кому что понравилось. У нас у всех свои вкусы. Там кто-то хэви, кто-то прям металлклорщик. То есть я попсарь, скажем так, назовем меня. То есть у каждого свои какие-то цели к инструменту. Так вот, все отметили, что есть какой-то призвук у него все-таки. Он есть вот прямо-таки по полосте этих. Не знаю. Вот клён у нас остался сверху, в общем-то. А в деке вырезы по схеме я вам ее покажу. Причем, в зависимости от модели, там у каждой свои вырезы могут быть схема не одна. Что ж, вот такой вот ноу-хау. Еще одно ноу-хау, которое стоит отметить, это именно то, как распаяна электроника. Я уже, собственно, ее раскручивал и пофоткал вам. И, на мой взгляд, это более важное решение. В плане того, что ну, вот до этого в принципе электроника на контактах это была привилегия чисто американских инструментов. То есть обычно, когда ты покупаешь китайские лесполы, а это китайские лесполы, сейчас, в принципе, все бюджетки делают в Китае. Потому что Китай научился, они сделали фабрики и так далее. То есть обычно там все спаяно. Спаяно так себе, да? То есть это может не влиять на звук, но тем не менее. Здесь же все на контактах. И это, прямо-таки, респект. Это, на мой взгляд, важное решение. Важный такой шаг вперед. Но при этом незаметный для основного покупателя. Вот за это я и ценю. И, прямо-таки, респект, собственно, выражаю. Естественно, это связано и с тем, что поставили более качественные по ЦИ, те же самые по системе ЦСТ, которые славятся тем, что, когда мы убавляем громкость, собственно, то у нас сохраняется яркость звука. Однако я, опять же, не очень-то думаю, что это, прямо-таки, так важно, чтобы выделять это как революцию. В плане вот этого вот, именно этого взаимо... Сказать, взаимоуравновешивания. Тон компенсации, скажем так, вот. Умным словом. Почему? Потому что одно дело, когда у тебя стратокастер. То есть там стоят синглы. Они, в принципе, очень сильно по динамике позволяют так раз давать, да? Сам по себе очень пончевые могут быть. Там бывают очень яркие, собственно, да? Потому что страт сам по себе, у него такое устройство, самого инструмента. Вот. Синглы под углом. У него ручка громкости, она прямо-таки под, собственно, датчиком. Она в доступе, ну, одним пальцем. То есть достать. Очень легко. Вот. Я сейчас, кстати, поставил респал на левую ногу. Простите меня. Тут просто до этого сидел Слава. И поставил тут подставку. И она тут осталась. И я автоматически поставил на нее ногу. Теперь я, так сказать... Как это? Все. Все. Крестик. А, я уже снял крестик. В общем-то, не православный больше. Что можно сказать? О чем я говорил-то? А, о том, что на стратокастере, во-первых, есть синглы. И они, в общем-то, хорошо маневрируются ручкой громкости. Хорошо управляемые. И там есть смысл в этом. На стратокастере ручка у нас громкости прямо-таки под датчиком. Кто бы кто ни жаловался, но удобно ей именно крутить. Плюс она с насечками. Чтобы, опять же, было удобнее крутить. Плюс у нее вполне себе адекватный ход. И там я это понимаю. Здесь же у нас звукосниматель довольно-таки далеко от подцов. И их тут четыре, и они тут рядом. И что-то там куда-то подлезть уже не так-то и удобно. Плюс ручки гладкие сами по себе. И с учетом того, что здесь стоят отсечки, получается, что пуш-пул, как и все, очень легко вертится. Поэтому я не думаю, что кто-то прямо-таки будет этим пользоваться, мудрить и во время концерта сюда бегать, пытаться что-то выставить. Потому что малейшее легкое движение, тем более на концерте, а на концерте легкие движения не бывают, в общем-то. И вы сдвинете звук почти в ноль. То есть угадать нужный палитр звука будет тяжеловато. Если только дома в студийных решениях. Однако, опять же, здесь и так куча всяких функций. И вряд ли это пригодится. Что же, поехали. В принципе, не новая система переключения, это отсечки. Отсечки, то есть у нас есть на хамбакерах. Можем сделать одну отсечку на бриже и в средней позиции получить великолепный звук. Можем сделать другую отсечку, можем сделать обе отсечки. И можем сменить пазу в нековом датчике. То есть у нас получается достаточно большое количество вариаций. Я могу сказать, что здесь стоят эпифоновские вот эти вот пикапы. Они вполне себе неплохие. Это еще не гипсоновские датчики. Но они звучат очень чистенько. Приятно. И все, что, опять же, блюз-рок, классический рок, харден-хэви, альтернатива, панкуха. Это все будет отлично звучать. Я не считаю, что их нужно менять. Потому что звучат они действительно приятно и чистенько. Мне нравится. Лучше, чем на Берне. Кто бы там не рассказывал о заводских датчике. Лучше, чем на большинстве Эдвардсов. Ну, по крайней мере, на тех, что я слышал. Да, то есть датчики неплохие. Не отнять. Хотя, конечно, все-таки еще не гипсон. У них свой звук более простой. Но пафовский, да, на луника. Вот. Отсечки здесь, конечно же, не дают никакой стратокастер. Но меняют звук. Все-таки меняют в сторону именно отсечек. Падает выхлоп. Все как надо. И фаза тоже прикольная вещь. Можно поиграться. Поэтому по электронике, в принципе, претензий нет. Датчики менять я бы не стал. Они здесь и визуально подходят. И по звуку. В принципе, соответствуют самому классу инструмента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а, кстати, здесь у меня будет претензий. Дело в том, что три из четырех ручек. Ну, тут, в общем-то, та же самая история, как с тележкой из Ашана. Хотя нет. В тележке из Ашана вот это колесо, оно реально тебя парит. Оно реально портит тебе жизнь. Вот сколько ты с ней, столько ты ее ненавидишь. Здесь это ни на что не влияет. Однако три из четырех ручек установлены кривовато. То есть крышки потенциометров. Да? Немножко по ходу вращаются кривовато. Это встречается на инструментах из-за намного большей деньги. Многие американцы вообще не любят по этому париться. Тем не менее, я это отмечаю, оно тоже есть. И время, собственно, глобальных выводов. Что такое новые эпифоны, что такое Muse в том числе? Я бы сказал так. Касательно самого класса инструмента. И по всем показателям это можно сказать эпифон или сполкастом. И по лояльности. То есть в лояльности я вношу упаковку. Здесь хорошая упаковка. Она бюджетная, без кейса. Но тем не менее, коробка хорошая. Инструмент, скорее всего, до вас дойдет. То есть у него защищен гриф. То есть он там не будет болтаться. Есть даже пупырка в какой-то степени. Струны идут с завода тоже. Вполне себе хорошая 1046. Стандартный комплект. Вполне себе приемлемого качества. Настройка инструмента с завода тоже. Она идет, собственно, нормальная, адекватная. То есть по лояльности это, в принципе, тот же самый эпифон или сполкастом. По железу тоже. Это тот же эпифон или сполкастом. Но было сделано несколько шагов от него вверх. То есть я бы сказал, что это не революция в плане эпифона. Это не год, так сказать, ноль, как они писали. Нет. Это шаг вперед, который они сделали, начиная от линейки кастома. При этом оставив ту же самую цену. И вот за это респект. И мне кажется, с этой позиции это все звучит более адекватно и более реально. Тем не менее, это еще не уровень эпифон трибьют, которые были. Это не эпифон на професе. Они все-таки стоят явно повыше. Что по итогу нового нам привнесли? С новой линейкой эпифон. Ну, это несколько реально новых решений от Гибсона. Касательно вырезов внутри корпуса. То, что они появились функционально. Есть теперь модели с вырезами. Причем есть модели с разными вырезами. Это прикольно. Это реально облегчает лиспол. Это фишка. У нас пришел пес. Это фишка. В общем-то, однозначно, в отличие от других лисполов, от реплик, которые этим не занимались. Это прикольно. Это плюс. Что касается дизайна. Это очень большой скачок вверх в плане цветов и количества цветов. Что тоже важно. Потому что до этого цветов было не так много. Теперь есть выбор. Это очень важно. Цвет, ребята, это важная черта инструмента. Хотя ты начинаешь его именно с цвета, можно сказать. Вот. Благо сделали очень много оттенков на любой вкус. И благо их реализация очень удалась. Реализация цветов в подгонке всех деталей. Это тоже важная вещь, которая мало кому удается. Это второе по внешке. Тоже явный плюс и прирост. Третье. Это замена электроники на более качественную, на контактную электронику. Это тоже очень достаточно важное решение. Важный плюс, чем можно так фигануть. Фигурнуть, так выразиться. Да. Типа, вот у нас есть это, а у всяких там подобий нет. И это новый дизайн башки. И то, что вот четыре этих основных плюса, собственно, дают вам бесплатно. Потому что ценовая политика осталась той же самой, что и у кастома. Я считаю, это намного более честное, реалистичное и, так сказать, более интересное позиционирование данных инструментов для зрителя. То есть, по факту, никакая не революция. Но есть несколько новых решений от Гибсона. Тебя, к сожалению, не видно в кадре. Давай, поднимемся сюда. Давай, давай, давай. Сюда, давай. Вот. Что можно сказать? Будут ли покупать данные инструменты? Да, будут. Почему будут? Я сам передавал их, и они уходят только в путь. Почему? Скажем, да, это инструменты не для студентов. Которые там, скажем, по... Которые со школьных завтраков пытаются накопить себе на первую электрогитару. Нет. Но гитары покупают ребята по 30, 40, 50, 60 лет. Да, и даже бабушки ко мне приходили 75 лет и покупали себе гитарки. Учиться. Хочу научиться. Ну, что мне делать на пенсии? Да, то есть, поэтому ребята очень часто приходят с достатком, говорят, типа, хочу ли спол? Деньги есть. Ты им показываешь гипсары, хотя бы студию, там, типа, за 140, 150 тысяч, да? Они смотрят на него и говорят, типа, чего? Типа, 150 штук? Нет, деньги есть, но я, типа, 150 штук за гитару не готов. Вот. И ты в этот момент показываешь ему начальную, там, уровень гипсона. Типа, вот смотри, там, скажем, за сатен, да? Он смотрит на него и у него, так сказать, не поднимается пульс, да? То есть, он прям-таки не начинает дышать чаще. Я не чувствую отклика в нем. И в этот момент я всегда показывал ему эпифон, скажем, те же самые кастом, професы, ребюта, ну, высшие линейки. Флагманы. И он такой, типа, во, а этот клево смотрится, симпатично, прям-таки круто, как в кино, так сказать. Я говорю, да, тут еще и датчики клевые, железо все фирмовое. То есть, и при этом он стоит в два, в случае со студией, в три раза дешевле. Но по сборке он лучше, по качеству изготовления, то есть, да, он лучше, по комплектующим он точно такой же, то же самое железо, колки. При этом у него больше отделки, он клево смотрится. Человек такой смотрит, блин, ну, вот это реально, то есть, это, что, я могу себе с двух зарплат ее купить. То есть, основная фишка этих инструментов в том, и основной их недостаток был всегда, этих линейк, в том, что они не находились в магазине на витрине. Эти инструменты должны быть, ребят, на витринах. Я сейчас говорю именно эпифону, в том числе многим другим компаниям. Не должны быть они только в столицах. Потому что человек должен прийти, увидеть ее на витрине и влюбиться. Вот этот инструмент, он на фоне всех бюджеток будет очень выгодно выделяться. Вокруг него как ореол будет светиться. Буквально из-за одного цвета только. И это категория инструментов, которые вот доступны, но в них надо влюбиться. Нужно прийти, посмотреть на витрину, захотеть. Его очень больно мне кинул пес по пальцу. Мячик сейчас. Вот. И люди обычно приходят, смотрят, щупают их, понимают, что хотят, уходят. Через два месяца приходят и покупают. Чаще всего бывает именно такая история. Поэтому своя аудитория у этих эпифонов обязательно будет. Это достойные инструменты не только для дома, когда есть деньги, но и в принципе в плане репетиции, в плане инструмента для групп, большинства групп. Потому что они явно выше классом, чем большинство наших рок-клубов, скажем так. Да и даже большинство наших звукозаписывающих студий. У меня нет основных, ну каких-то ключевых претензий к нему, кроме вот этих нескольких косметических нареканий в плане колка, в плане криватных ручек. Они есть. Идеально он не прошел наше испытание. То есть это все равно начальный класс даже вот среди эпифонов. Потому что у эпифона вышли сейчас линейки покруче. Это, можно сказать, бюджет из новой линейки. Есть варианты, когда можно накинуть еще 5-10 тысяч рублей, опять же, недалеко. И получить еще более серьезную, собственно, гитарку себе. И мы их обязательно тоже посмотрим у меня на канале. Что ж, ссылочка на этот эпифон будет в описании под видео. Можете писать комментарии свои, как вам что. Как вам видео, в общем-то. Как вам эпифончик. И я стараюсь всегда читать и отвечать хотя бы первые несколько дней. И еще одна новая фишка, последняя. Вы видите у нас новый постер, плюс я его перевесил. Так вот, я решил замутить такую тему, что если мы набираем 1000 лайков, это легко. Вы набираете, бывает, и 2. Вот, если вы набираете 1000 лайков, то я переворачиваю, в общем-то, постер на более горячий. Я сгубил столько постеров, что нам хватит их на годы, я бы сказал. То есть прям таки. И они все прям сок. Поэтому ставь лайк и заходи, если что. Вот, все. Всем пока. Ну ладно, я Псача покажу напоследок. Куда же без него? Сам пришел. Иди сюда. Вон у меня Хабиб. Его так просто не заборешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.